От срочки или бронь от отправки в действующую армию, Великую Отечественную войну имели очень многие категории советских граждан. Но с усложнением положения на фронтах, ситуация с призывом поменялась. По количеству военнообязанных мужчин, более нужных в тылу, чем на фронте, Москва пережила другие города и остальные населенные пункты СССР. В столице едва ли не половина боеспособных горожан по разным причинам имели бронь. В Москве были сосредоточены крупные промышленные предприятия, здесь жила и работала партийная элита. В столице и на периферии от призыва на фронт, как правило, освобождались руководители партийных органов. Начиная от Краевого комитета ВКПБ до Райкома, также бронью облагались директора стратегически важных предприятий. Не призывались в действующую армию работники идеологического фронта, коих в Москве по понятным причинам было числено больше, чем в других населенных пунктах Советского Союза. Многих артистов, художников, композиторов и ученых, писателей и поэтов участь и одновременно честь стать фронтовиком миновала. К примеру, не воевали знаменитый сатирик Аркадий Райкин и не менее известный поэт, автор легендарного вождя меня Константин Симонов. Первый участвовал в концертных бригадах, выезжавших с выступлениями на передовую, второй был военным корреспондентом. Однако, социальный статус принадлежности к творческому или научному сообществу отнюдь не являлся железобетонной гарантией освобождения от воинской службы во время войны. К примеру, воевал и был тяжело ранен московский артист Зиновий Герт. Погибли на фронтах известные до войны актеры Валентин Литовский, Владимир Константинов и Гуля Королева. Пали на полях сражений Великой Отечественной многие советские поэты Николай Майоров, Всеволод Багрицкий и другие. Все они ушли на фронт добровольцами, хотя и могли воспользоваться бронью. С началом войны Красная Армия довольно быстро ощутила нехватку личного состава. В первые же месяцы войны потери составили сотни тысяч военнослужащих, многие из которых были пленены стремительно наступавшим противником. А поначалу на фронт не брали комбайнеров и трактористов, занятых на уборке урожая, а в первый военный год не призывали учителей. В некоторых регионах призывную кампанию 1942 года бронью облагались те, кто учился в речных техникумах или лесотехнических институтах, если студенты их учреждений на тот момент были в навигации, либо на таежных лесозаготовках. Само собой не призывались на фронт негодные по здоровью, хотя многие мужчины из этой категории, способные держать винтовку, шли записываться добровольцами. Патриотические настроения в те годы были несомненно высоки, но наблюдались отнюдь не у всех советских граждан. Один из самых известных примеров связан с братьями Старостиными, известными в Советском Союзе футболистами, имевшими броню. Следствие и суд доказали, что спортсмены организовали целую индустрию по освобождению военнообязанных за деньги от службы в армии, хотя сами Старостины впоследствии упорно называли себя политическими. Принадлежность к определенной национальности также могла служить причиной для отказа от призыва на фронт того или иного военнообязанного. Немцы, румыны, финны, болгары, турки, японцы, корейцы, китайцы, венгры и австрийцы, даже будучи гражданами Советского Союза, как правило, в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии не воевали. Их призывали в вспомогательные части, занимавшиеся инженерно-строительными работами. Определенные ограничения к призыву вводились для уроженцев Северного Кавказа и Прибалтики. Долгое время призывные комиссии не трогали осужденных, содержавшихся в ГУЛАГе. Однако к 1943 году, когда обстановка на фронтах требовала привлечения в Красную Армию дополнительного количества живой силы, было дозволено призывать так называемых заков бытовиков и воров со стажем. По Воровскому кодексу любое сотрудничество с властью считается западло. Многие воры-ветераны после окончания войны брались за старое. Естественно, что истинные законники на зонах и принимали не очень-то и тепло. С этих событий и берут начало знаменитые сучьи войны, во многом изменившие криминальное мироустройство в Советском Союзе. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!